И школьные программы запомнил одно створение. Душно, без счастья и воли. Ночь, бесконечная длина. Буря бы грянула, что ли. Чаша с краями полна и так дальше. Вот единственное створение. Некрасов. Да нет, вы скромничаете, у вас память гораздо лучше, вы много больше помните. Ещё там буря, скоро грянет буря. Ну, грянуло и что? Борький добился, буревестник революции. То, что мы рассматриваем вопрос об освобождении, он не технический. Когда человек уходит в исполнительную власть или в постоянную здоровье, всё понятно. Здесь его нет, насколько я понимаю. Не только в зале, но и в Москве, но и в стране. И здесь причина политическая. Я почему вышел? Потому что это был в своё время наш депутат. И когда его негодными средствами в 2007 году переманили в другую партию, тогда уже мне это вызвало возмущение. Но вот зачем они это делают? Потому что тогда было нарушено такое психологическое равновесие у человека. Его тянут. Его обманывают тем, что это будет вторая правительственная партия. Он человек тщеславный. Что в аббазиционной сидеть, когда можно в правительственную. Но она не встала второй правительственной партией. И, значит, мы знаем эту подоплёку. Мы приняли участие в том, чтобы Митрофанов и часть его товарищей, значит, перестали голосовать как справедливая Россия, с учётом того, что они частично вышли на Болотную. Сейчас мы видим, когда член фракции справедливой России из Америки уже там находится, проходит обучение, подготовку к будущим Майданам. Уже он провоцирует сепаратистские настроения в Сибири специально. Это же всё задание ЦРУ. Не только марш протеста по Малому бульварному кольцу. Они же по всей стране уже начинают ходить-ходить. И найдут своих Кличко, своих Порошенко, своих Тегнебок и так далее. И всё это люди, имеющие мандат. Мы предложили лишить мандата Пономарёва. Вы отказались. Вам нужно, чтобы он преступление совершил. Но это может быть поздно уже. Слишком будут отрицательные последствия от этого. Сегодня с мандатом там, оттуда, значит, выдаёт страшные вещи. И, значит, почему я выступаю? Я считаю, что если мы меняем председателя, то председателем должен быть представитель фракции ЛДПР. Ибо мы своими усилиями, вырвав из фракции справедливой России 8 человек, обеспечили вам, Единая Россия, конституционное большинство. Без нашего влияния у вас бы его не было. Вы уже свыклись с тем, что у вас всё в порядке. Тогда передайте нам эту должность, чтобы наш представитель, у нас есть достойные люди. Потому что вообще было непонятно, почему этот комитет спрятали в другой комитет. Это важнейшее направление сегодня. Информационная политика. Посчитайте, что творят некоторые блогеры. Я не буду их рекламировать, но они прямо призывают к уничтожению нашей страны. Это Тимошенко сказала бомбить ядерным оружием, а уже наш собственный блогер говорит об этом же самом. Что надо уничтожить эту страну. Это всё потому, что мы оставили без контроля, без воздействия положительного нашу молодёжь и средства массовой информации. Сегодня газета «Новая» занимает явную антигосударственную линию. Все её обозреватели. Страшная газета. Кто её учитель? Горбачёв, бывший президент СССР, и бывший разведчик из службы внешней разведки Лебедев. Вот кто? Они же были наверху. Коммунист-разведчик и генеральный секретарь. И самая антирусская газета. Самая отвратительная. То же самое радиостанция «Эхо Москвы» и канал «Дождь». Вот три органа массовой информации. Слава Богу, их не все смотрят, не все читают. Это в чистом виде против государства. Они дышат этим. За рубежом полно свободной прессы. Но нету такой явной антиамериканской газеты, антиитальянской, антигерманской. Только у нас, от Герцена. Вот царь виноват. Что Герцена выпустил туда? Как идёт от Герцена? Колокол. Потом эти листовки. Потом при Брежневе сам издак. А сейчас-то вот часть фракции «Справедливая Россия». И американское посольство, и вот ситуация с Митрофановым. И другими. То есть это всё мы должны учесть с вами. Поэтому мы понимаем, что Митрофанов виноват. Мы не говорим, что он, так сказать, должен оставаться. Он человек очень тщеславный. Болезненно тщеславный. Он постоянно выступал. В чём-то даже надоедал своими выступлениями. По любому поводу. Он предлагал вместе с Америкой, с Бушем, значит, вторгаться в Ирак. Вернулся с Майдана в 2004 году. Предлагал нам тоже палатки закупать. То есть человек куда дунет, лишь бы, так сказать, где-то быть под камерами. Где-то фамилия. На все тусовки ходит. А не ему не нужны тусовки по состоянию здоровья. Он уже в ширину стал больше, чем в высоту. Потому что не пропускает ни одного мероприятия. И съедает всегда очень много. И прямо говорить надо есть, сколько хочешь. Сколько хочешь, ты умрёшь от такого переедания. Обжорства. Поэтому мы с ним с удовольствием прощаемся. Как бы говорим, прощайте, Алексей Валентинович. Прощайте с этого поста. Вы бы могли сделать карьеру. Стать потом редактором какого-то издания массового. Но он упустил эту должность. Комитет не стал тем, как бы, вот фильтром, чтобы как-то останавливать антирусские, антигосударственные издания. Поэтому здесь решение правильное. Мы поддерживаем. С опозданием, правда. Это можно было сделать ещё весной. Но какая-то у нас затяжка. Мы всё потом, 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 потом. Алёша вернётся. Алёша не вернётся. Он хочет в другом месте себя как-то проявить. Кто-то, может быть, в другом месте его оценит. Но это есть и позиция того человека, которого сейчас в зале нет, не буду фамилию называть. Не надо обманывать депутатов. Не надо говорить им, что вы их приглашаете в будущую вторую правительственную партию. Зачем бы в душу молодых людей, так сказать, вот таким, забрасывать эти ядовитые, так сказать, сходы. Ну не будет никогда это, справедливая Россия, второй. Её вообще не будет в 16-м году. А что Алёша? Алёша выгнали его на просторы всей планеты. Ведь он плохо закончит. Я уверен, что кто-то из вас приедет. Алёша, это кто?